Я знаю, что, как мне кажется, люди не меняются абсолютно в своем внутреннем строении, своими характерами. Я считаю много классики, я замечаю, что все сейчас так же продолжают. Но сказать, что так будет всегда, я не могу, потому что я, во-первых, не бог, во-вторых, я даже не экстрасен. Сказать, что есть какое-то в мире противостояние, для меня, для артиста, этого противостояния не существует. Для большинства людей, которые занимаются своими делами, работают, для них этого противостояния тоже нет. Если бы сейчас выключить все телевизоры и закрыть всю информационную золяцию, человека не будет понятия противостояния. У человека есть только противостояние, чем-то выделиться перед соседом, стать лучше, чем тот-то, стать лучше, чем здесь-то. Вот это вот, да, имеется в натуре каждого человека, а то, что является противостоянием, я не могу утверждать, что оно существует или то, что его нет. Но недавно, к моему сожалению, что недавно, прочитала книга «1984», мне очень понравилась эта книга. Вот там как раз очень замечательно сказано о противостоянии. А есть ли оно или нет, так они до конца и не знают. Но для них оно существует. Поэтому вся, как мне кажется, ситуация, которая приводит к понятию противостояния, она исходит из воспитания, исходит из детства. Когда нас не воспитывали как человека уникального, необычного, нам всегда говорили, вот видишь, а вот Машенька лучше тебя пишет. То есть нас уже с детства заставляли противостоять кому-то в своих достижениях, становиться лучше или наоборот, замыкаться и быть хуже, чем та же Машенька или Петя, которые лучше выполняли домашние задания и так далее и тому подобное. Поэтому, как мне кажется, противостояние, оно существует прежде всего внутри человека. Вот если сам человек перестанет противостоять своему соседу, своему там врагу, как он сам думает и так далее и тому подобное, то оно в принципе в мире исчезнет. Да и нету. Мы все одно целое. Мы все огромная такая масса, которая дает энергию. Вот понимаете? И вот это вот главное через себя пропустить, осознать, потому что я это понимаю головой, но пропустить через сердце и чуть-чуть вот это свое индивидуальное я слить с общей массой, это самое сложное, что есть самовоспитание.